Всех приветствую на своем канале. Это маленький обзор пустых и не очень деревенских баночек. Я ничего такого не записывала в этот раз. И вообще получилось так, что я буквально на чуть меньше, чем много суток, сюда уехал, в деревню. И честно всех попросила ВКонтакте, кто ВКонтакте висит, меня немножко как бы оставить в покое. Но, видимо, люди читать не умеют. Я вчера не поверите, как я мысленно материлась. Потому что настолько это... Кто-то там в личку кидает ссылки, кто-то кидает фотографии, кто-то кидает подарки. Мне, конечно, приятно, все, спасибо, хорошо. Но люди, блин, иногда даже я устаю от общения. Даже, блин, с вами. Даже вообще со всеми. Один вообще пришла к выводу, что няши это рейндропс. Вообще интернет я подключала только из-за них. Потому что был как-то такой момент, что была я в деревне. И получилось, что взяла проект на переводе. На перевод себе. И тут получилось, что я взяла редакт на перевод себе. Я к тому, что рейндропс у меня все-таки какие-то обязательства перед ними. И даже когда я сваливаю, допустим, в ту же деревню, то мне все-таки надо немножко быть на связи. Я так считаю. А с вами, ну, уж сутки-то вы могли бы от меня отдохнуть. И я от вас. Ну, или хотя бы дать мне от вас отдохнуть. Некоторые более сказочные и не совсем знакомые. Ну, в общем, друзья, так сказать, писали смс-ки. Хотя я написала на странице, что смс-ки только в случае уж совсем прижала. Но я имела в виду по делу там или еще что-то. А не просто потрепаться. Я подозреваю, вот потом негоду. Или если вы вдруг обидитесь, то это ваша вина. А не моя. В общем, начну обзор. В общем, я сначала думала сделать, не сделать. Ну, мне вчера презентовала одна няшная бабушка кое-что. Я решила, что про это можно рассказать. У меня сегодня закончился. У меня с прошлого лета тут стоял. Это вообще, я тут на постаменте из контейнера это все сделала. Потому что, не знаю, у меня на книжках пчелки. Вообще, куда не помню себе дни пчелки. Прилипшие, неодлипшие. Ну, в общем, бардачок у меня тут, конечно, сказочный. Я как-то не рассчитывала, что я что-то снимать буду. Он, как обычно, спонтанный. Вот этот гель-додуш, это лимитка уже, по-моему, позапрошлого года. У меня бальзам такой еще есть. Хотя, я не уверена, что может даже уже и нет этого бальзама. Скорее всего, это, наверное, 3 года назад была лимитка. Срок годности у нее до... Кто хоть тут? Июня 2017 года. Надеюсь, там, возможно, будет видно. Это ифрашевская, это вообще, как обычно, новогодняя коллекция. Красные ягоды. Гель-додуш и красные ягоды 200 миллилитров. Это типа малинка считается. В общем, сегодня он у меня закончился. Я вообще сначала омыла флакончика. А потом подумала, на кой хрен я его омыла. Надо было оставить и немножко показать, что это было. Каким цветом и вообще. Ну, довольно приятно пах. Может, еще пахнет. Да, чем-то таким сладеньким еще пахнет. В общем, он у меня сегодня закончился. Вообще, у меня тут есть еще шампунька. Но так как это полупустые и не совсем баночки, то я решила просто сделать то, что у меня закончилось. И то, что мне подарили. Это у меня закончился практически. Тут, может, на пару раз применение осталось. Гринмамовский крем, который, мне кажется, в подарок пришел. Потому что вряд ли я его покупала в этот раз. Это Гринмама. Серия Формула Тайги. Крем для сухой кожи рук. Календула и масло смородины. 50 миллилитров. Я на него уже как-то делала обзор пустых баночков. Я его возьму в углищ. Просто, чтобы в сумке пока еду до дома. Было тут на пару применений как раз. А крем и фрошевский, как я и планировала, и в каком-то видео говорила, оставлю здесь. Ну и там уже буду доюзывать в сумке крем от Натальи из Кимры. Кимр города, извиняюсь. Так, это мне подарили вчера. Крымская косметика сделана в Крыму. Это что-то у нас такое. ТМУА. Походу, это еще делали, когда Крым был Украиной. Живые маски. Маска косметическая для укрепления и питания волос. С натуральной хной, экстрактом корня лопуха и эфирными маслами без эффекта окрашивания. Сделана в Крыму. Срок годности у нее куцы. Как обычно, подарок, я так поняла, лежал долго-долго, прежде чем до меня дошел. Заканчивается срок у нее в сентябре этого года. Ну, она не открыта. Она зафольгирована. Все тип-топ. Я думаю, по приезду в Угрич я ее заюзаю. Ну, а потом, соответственно, расскажу о пустых баночках. И заюзаю я ее, наверное, даже... Тут 140 грамм буду пользоваться. И я ее, ну, судя по тому, что граммы написаны латинской ГЭТО, это стопудово еще сделано. В Хохляндии. Сейчас будут каменты как-то и можешь говорить Хохляндия. Я также могу говорить Рашка. Так, республика Крым. Город Судак. Угу-гу-гу. Угу-гу-гу. Ну, да, в общем, тут, видимо, это еще Украина. Потому что на русском слегка мало. Ну, хотя большинство текста на русском написано. Я не знаю, будет там видно или нет. Ну, в общем, я приеду. Сегодня, вряд ли, уже попробую. Но завтра постараюсь попробовать. Хотя придется уже греть воду до 10 июля включительно. Придется греть воду и поливаться из кружечки. Ёпарасоте. Ну, в общем, я ее запробую и потом скажу вам свое мнение. Вообще, кажется, я это видела как-то в каком-то магазине или в рекламе. Ну, в общем, хорошая возможность попробовать такую косметику. И последняя у меня баночка. А тут у меня всего лишь 4 баночки. Это, я так поняла, из района Мертвого моря. Это солевой скраб для тела, для всех типов кожи. Правда, у нас тут жарище. И он слегка такой отпрыснул, можно сказать. Но я думаю, с ним ничего не случилось. Он тоже, но целый. Я его еще даже не вскрывала. И срок годности у него где-то тоже до сентября всего года. Ну, долго ждала. Была возможность и моя это мне отдать. Ну, как обычно, я-то не в курсе, а человек не помнит. В общем, тут, я так поняла, масло миндаля, еще соль Мертвого моря, еще что-то. Без парабенов было написано. А, и еще этот гранат. Точнее, грейтфрут. Хотя, в общем, полный гранат. Кто-нибудь помнит, что это? Мне тупо мозг не вспоминает что-то. Яблоко и гранат. Ну, в словарь мне лень было лезть. Точнее, у меня есть, конечно, на телефоне какой-то английский словарь. Я думала тут попереводить, сори боку. Но тут всего лишь я сутки с хвостиком. Учитывая, что у меня все кому не лень, кроме родни, не поверите. Родня-то мне даже не звонила и не писала. А вот Юлии, Натальи, некоторые и прочие, прям меня задалбали общением. Ну, да ладно. Наверное, это круто, когда вас задалбливают общением. А я вот вся такая, вся недовольная. В общем, короче говоря, я приеду тоже домой и на днях его попробую. Это израильская косметика какая-то. Тут даже цена стоит. 26 баксов. В общем, вот такая вот хрень. Вот такое у меня куца видео. Сейчас обратно поставлю, чтобы было видно. Две пустые баночки и две не пустые. Если вам это было интересно, особо послушать мои недовольные вопли. А, хотела отдохнуть от людей, тут, блин, заколебали. То я рада. Ну, вообще, вот небольшой видосик с телефона. Я снимала, как я вчера гуляла по дорожке до тёть Вали. Я встретила лужу и кучу бабочек. Но это уже будет... Я буду заливать, конечно, наверное, по приезду сегодня вечером. Я посмотрела, у меня там... Один раз только загрузилась мыло. Обычно грузился в основном контакт. Даже там, где я ловила сеть случайно. Короче говоря, посмотрела, у меня там что-то не 60-80 каментов намыли. Ну, да ладно, приеду, почитаю. Будет чем заняться. В общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!